На ННТ новости 24 в студии Махач Курбанов. Короткий анонс, что будет сегодня в выпуске. Погода с характером. В Дагестане сильные дожди вызвали камнепад на дороге. Завершаются работы по реконструкции автотрассы Махачкала-Каспийск. Дагестан привлекает туристов не только удивительной красотой. Загадки и легенды высокогорного Гуниба в сюжете нашего корреспондента. В Дагестане из-за сильных дождей глыбы камней осыпались на дорогу. На автодороге в Шамильском районе произошел сильный камнепад. Видеозапись происшествия была выложена в дагестанском сегменте соцсетей. ЧП произошло возле села Хибда на 55-м километре автодороги Гунибское шоссе в Шамильском районе. На записи видно, что очевидцами происшествия стали посетители местного отделения МФЦ. Причиной камнепада послужили сильные дожди, которые размочили почву, вследствие чего на дорогу посыпались камни большого размера. К счастью, во время камнепада никого на дороге не оказалось, иначе последствия могли быть гораздо более печальными. Расчистка каменного завала начнется в самое ближайшее время. Завершаются работы по реконструкции дороги Махачкала-Каспийск. Уже сегодня с 7 часов утра был открыт проезд на одном из участков дороги. Председатель правительства республики Абдузамат Гамидов лично ознакомился с ходом работ по замене изношенного слоя асфальтобетона. Движение организовано в одном направлении – по правой полосе дороги до транспортной развязки к поселку Хушет. По словам премьер-министра, одну сторону планировали сдать 15 июля, но в связи с некоторыми неудобствами для автовладельцев, глава Дагестана поставил перед Дагавтодором задачу в течение трех дней пустить автотранспорт по одной полосе. Сейчас мы решили не ждать. Было поручение главы срочно открыть эту дорогу, потому что большие неудобства для наших граждан. Все эти дни в редукторном поселке, особенно в вечернее время, были огромные пробки. Это создает определенные неудобства, большие неудобства для населения. Несмотря на то, что на протяжении целого месяца ремонт дороги доставлял автовладельцам неудобства, они очень довольны новой дорогой. Очень приятные, очень ровные, гладкие, хорошо ездят машины. Из-за этого как на вас стоило ждать? Конечно стоило, честно, стоило. Перетерпели все нетрудности, все нормально, это шикарная дорога. Разрешенная скорость 50 км в час. Водители должны соблюдать скоростной режим и выполнять требования дорожных знаков. Скоростной режим до 50 км в час ограничен, чтобы для безопасности проведения работ, потому что на смежной стороне будет проводиться ремонт для работы. Это просьба единственная к участникам дорожного движения, чтобы соблюдали скоростные режимы и не забывали, что это производственный объект. В настоящее время дорожники уложили асфальтобетонное покрытие на 5-километровом участке. Параллельно проводится фрезерование другой стороны дороги. На оборудование установлена система 3D-нивелирования. Это позволяет максимально равномерно снимать изношенный слой асфальтобетона. Полностью автомобильное движение по новой трассе будет восстановлено уже к середине текущего месяца. Замрут Гамидова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Короткие новости сегодня нам всем представит Гамзат Нурмагомедов. Житель Дагестана получил пожизненный срок за убийство родственников. Магомед Запиркозилов застрелил из самодельного огнестрельного оружия дядю и двоих его сыновей. По данным Следственного комитета, убийство произошло на поле в Каякенском районе. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте. В Махачкале с начала года родились более 5000 детей. Среди новорожденных 64 двойни. Самыми популярными женскими именами за первые полгодия были Айша, Фатима и Хадижа. Мальчикам чаще давали имена Рамазан, Юсуф и Мухаммад. В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 3,8 баллов. Незначительные колебания земной корызы фиксированы в Сумадинском районе. О пострадавших и разрушениях в результате землетрясения нет. В Дагестане появится первый в России геопарк ЮНЕСКО. Этот статус присвоит бархану Сарыкум с прилегающим к нему хребтом на Раттюбе. Природоохранная зона обеспечит сохранение уникального для региона разнообразия флоры и фауны. Многие виды которых занесены в Красную книгу. Хребет на Раттюбе является местом обитания крупнейших на всем Северном Кавказе групп орлов и соколов. В Краю, где сладок каждый вдох, в высокогорном Гунибе побывала наша съемочная бригада. С наступлением лета край приобретает все большую популярность у туристов. Всех привлекают красоты этого места, но мало кто знает о том, что район таит в себе немало загадок. О забытых легендах и преданиях народов Дагестана расскажет моя коллега Ларьяна Шамхалаева. Кто не видел Гунибский район, тот в Дагестане не был, говорят горцы. В Котловане Андалалской долины есть село, именуемое Чех, Ганада, где родился самый молодой наиб имама Шамиля и заброшенный Гамсутль, аул-призрак. Когда-то в этом ауле кипела жизнь, была школа, поликлиника, библиотека, множество домов. А сегодня лишь руины, у которых крыша – небо. Я нахожусь в селе Гамсутль. Последний житель этого аула прожил здесь в полном одиночестве 14 лет. Но, тем не менее, посетить это село стоит хотя бы для того, чтобы прикоснуться к старине. Край интересен не только туристам. Любители древних легенд с удовольствием послушают предания, передаваемые жителями из уст в уста многие века. О красоте Камалиль-Башира слагали песни по балладе за непристойное поведение. Местный джамаат принял решение расправиться с юношей. Отец подумал и решил, что ради мира в селе, чтобы в селе не было кровной мести, что он сам убьет своего сына. Он привел своего сына в Гудикан, это место, где все люди сидят, общаются, и перед всеми отрывают ему голову. Такая печальная легенда в этом селе Чех. Гунипцы также рассказывают приезжим о дочери Хана, влюбленной в простого пастуха. О свадьбе молодых не могло быть и речи. Отец девушки был против. Хан это все узнал и отправил свою дочку высоко на гору, чтобы она там подумала за ночь и приняла верное решение. Ночью, естественно, девочка плакала, думала о своем возлюбленном и наутро уже нашли окаменейшей. Пастух выгуливал свое стадо в высоких горах, уйдил в свою возлюбленную и тоже сам окаменел. Вдоволь надышаться воздухом гор, сквозь тернии пройти к водам серебряного источника – такую цель ставят перед собой многие туристы, ведь вода обладает омолаживающими свойствами. Сбежав от городской суеты, стоит приехать в ГУНИП, чтобы на фоне вечернего неба разглядеть спящую красавицу. А за рекой Каракуйсу на скалах Кигера – очертания влюбленного чабана. Ларианна Шамхалаева, Магомед Зурканаев, телеканал ННТ, ГУНИПский район. Ну и как всегда, в конце курс валюты на завтра. Доллар 60 рублей 37 копеек, евро 68 рублей 94 копейки. Еще больше новостей вы можете узнать на нашем сайте nnttv.ru. Я с вами прощаюсь. Приятных вам выходных. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok